Мы отслеживаем ее и как простые граждане, которые тоже защищаются по органам внутреннего дела, и как представители надзорного органа. Мы, как известно по закону, осуществляем надзор за деятельностью полицейских органов. В рамках законодательства о борьбе с коррупцией мы всегда активно проверяли органы внутренних дел на соответствие их доходов, расходов должностных лиц, наличия каких-либо факторов, которые препятствуют службе. И надо сказать, что мы выявили в прошлом году ранее судимых лиц или привлекающихся к уголовной ответственности, которые служили в милиции еще. Мы об этом ставили руководство, они были уволены. Ну и уголовные дела, как известно, возбуждались в отношении сотрудников милиции, которые по коррупционным преступлениям уже ряд уголовных дел рассмотрен. В частности, осужден бывший начальник Сокольского РОВД, который совершал коррупционное правонарушение. Сейчас заканчиваются уже осуждены лица из числа сотрудников органов внутренних дел, которые считали прикрытие проституции в Вологде. Заканчивается дело в отношении замначальника управления внутренних дел по Вологде, который незаконно освобождал за деньги арестованных по административным делам. Ну и так далее. А мое отношение такое, что, конечно, реформа нужна, естественно, реформа нужна. И мы поддерживаем то, что министр внутренних дел считает, что главной должна быть служба, которая ближе всего к людям. Это служба участковых. С нее все начинается. Что нужно активизировать деятельность этой службы. Естественно, отрадно, что избавляются от многих ненужных подразделений, несвойственных милиции функций. Главное – это защита людей.